Девушки отдыхают Господа, если кто-то найдет, еще пожалуйста, сразу ко мне, пожалуйста Еще двух не хватает Один-то решился Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что случилось? Он все-таки вас цапнул? Да, так больно цапнул А я ведь его всего лишь покормить хотела Вы простите, пожалуйста, больше такого не повторится Мы его накажем по всей строгости Так, я сколько раз тебе говорил К людям на манеже не приставать Николь какой-то, придурок какой-то Ну-ка, пошел в конюшню В конюшню идея Извините, пожалуйста Так, это список литературы Для тех, кто хочет сдать мой предмет Без проблем Привет Барышкин, ты Ты что, совсем обнаглел? Понимаете, я ваш предмет досконально знаю Ну, не интересно мне на экзамен идти, понимаете? А так, хоть какая-то Интрига Договорил? Даешь молодежь Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, одним словом, я вынужден закрывать ваш ресторан А, Виктор Семенович, ну, зачем вы так сразу? Может быть, как-нибудь договоримся? Да вы что, со мной сошли, что ли? Уберите деньги! Нельзя же так в открытую Что это такое? Вы понимаете, у нас просто на кухне не было конвертов Хорошо, всего хорошего! Ага, всего доброго! Ну что, неучи, кто расскажет мне устройство станка, получит зачет автоматом Ну, Розуровченко, давай! Пошел, смотри! Значит, передняя бабка, задняя бабка, коробка передач, две тумбы, задняя станина, передняя станина, фартук, кожух, ходовой винт, ходовой валик, шпендель и суппорт А, ну да, шпендель нет, его уже давно выкрутили СМЕХ Молодец, Жавченко! Ни один студент на моей памяти даже не понял, что я шпендель с учебного станка умыкнул Зачет тебе автоматом! Фаворитных ходить у меня будешь! СМЕХ СМЕХ Не шутя, Ржавый! Слушай, не зря ты ворованный станок по запчастям продавал Как бабло и теория, да? Да тихо ты! Блин, я теперь в фаворитах буду ходить Это будет самый лучший год в моей жизни СМЕХ Сплавы металлов бывают следующих видов СМЕХ СМЕХ Жавченко, ты что, обалдел? Сэр, ты че? А, ну в смысле, Сергей Петрович! У меня это автомат! Так, ну че делать? Я сижу хоть каким-то полезным делом заняться Ты, ты, ты иди на коридоре побрынькой И только тихо, тихо! СМЕХ Ладно, че нервничать? СМЕХ 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 Вот, Тамара! Здесь... Иди сюда! Я учусь! СМЕХ Не, ну как я? Они... У меня-то автомат, я... СМЕХ Явченко! Ты че, шалел, что ли? Петрович, ты че, угомонись! Мы сейчас тихонечко тут пососимся А то на улицу дубак Ману, гуляй отсюда! Тихо, тихо, тихо ты! Чувствуешь, у какого жесткого препода Я автомат получил? Пять очки возьмем и... Давай, 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 Тамара! СМЕХ Чувствуешь, у какого жесткого препода СМЕХ 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 Я говорю, что затупил-то? Да я что-то забыл все. Потому что ты идиот. Ну я себе понял, Сергей Викторович. Женок, ты что в натуре затупил? Ты же устройство станка, как свои пять бывших телок наизусть знаешь. Башка, таким, как мы, не нужно получать автоматы. Ну ты помнишь, как нас участковый раз похвалил за дисциплину? Ну да, мы тогда в тот же вечер колеса скрутили. О-о-о, взрослейся, ржавый. Башка, это называется жизненный опыт. Не зря же я с преподом по философии сидел в трезвике. Ну, молодец, кислый, зачет тебе автоматом. Я говорю, салабон, ты мой молодой, сейчас в жизни ничего не понимаешь. Ну да, тупо плывет по течению. Поздравляем! Поздравляем, поздравляем! Поздравляем! Не обращайте на мне внимания, меня жена попросила снять на камеру. А, хорошо, пожалуйста. Дорогая, тушься, тушься, дорогая! Молодец, человек вообще кто такой? Меня жена попросила снять роды. У меня батарейка села примерно. Ну вот на этом моменте я под съем сделаю, все равно тут все одинаково. Уберите его отсюда немедленно! Вот мы и в конюшне, брат, ученок! Это так-то, что круто-круто, только, ну, кроме запаха. Ладно, чувак. А что мы тут делаем, Томик, а? Короче, такая тема. Диана мечтает о принце на белом коне, прикинь. Что, Натуре? Да. Она что, тебя уже не любит? Да ладно, успокойся ты. Да не, в смысле, речь идет обо мне, только не принц, а борец на белом коне, борец. А-а-а, да. А что, борец на бэхе ее не устраивает, что ли? Да не, ей просто, знаешь, лошадь как-то по традиции ей ближе, поэтому. Тем более она говорит, что от лошади пахнет лучше, чем от моей бэхи. Да-да. Да, ну, а лошади вообще понтовые там, с ветерком можно прокатиться. Да ладно, ты знаешь, я ее на своей бэхи с такими бэхом катал, там же лобового стекла нету, поэтому. Только странно вот, что здесь белых лошадей нету вообще. Э, может они просто грязные, а? Может просто это, на автомойку их загнать, помыть и все. А, Натуре, ты что, с ума сошел этот свет его такой, ну? А-а-а, так, давай это просто консорчику в автосервис отвезем, он перекрасит, сделает белую, все нормально. Да не, успокойся, он мне ее потом, как обычно, прокуренную вернет и все, да. О, чё, Абик, я придумал? Смотри, ты когда вот этого коня будешь выводить, я, короче, вот другого на прогиб кину, этот увидит и от страха посидит. Что, пудово? Осталось только теперь коня купить. Э, ты пулик? Это конюх. А, конюх, ты знаешь, как его зовут? Конюх? Видишь, здорово. Короче, тут такая тема, мы хотели бы приобрести такого нормального, такого грациозного коня, такого посаженного. Есть у вас такое нормальное? Здрасте. Здравствуйте. У нас нельзя приобрести коня, но вы можете оплатить и покататься здесь. Подожди, то есть, получается, это я зря свою бэху продал, да, получается, то есть, я встрял, ты мне, хотел сказать, да, то есть, меня реально разлюбит, ты мне, хотел сказать, да. Да, Абик, да нормально все, че ты, да, будете сюда с Даной приезжать, тут кататься, тут у коня и место есть, а в Москве где ты его припаркуешь, да? Все нормально, нормально, не знаю, это я специально эту фигню придумал, че бы его отвлечь, короче, давай его украдем. Кого, конюх, а? Угоня, олень! Давай, готовься, братан, давай. О, Витамик, это стрёмная идея у тебя была, коня украсть. Вообще-то это твоя идея была, понял? А ты че память не потерял, да? Ну, тогда ладно, признаю, ошибся. Но нафига ты его за задние ноги схватил, а? Если вы хотите мастер-шоу, специально, чтобы конь меня не видел. Да еще бы чуть-чуть тебя бы вообще никто никогда не увидел. Как говорит наш тренер, береженого коня копыта берегут. Добно. Пойдем отсюда, если сможем. Устроили вечеринку у себя дома? Не успели оглянуться, а всех девушек уже разобрали. Не расстраивайся, выход есть. Выгони всех, все равно тебе ничего не перепадет. Поступи как крыса. Ребят, родители только что звонили, они будут через 10 минут надо срочно валить. Ролик создан ассоциацией «Ни себе, ни людям». Лика-лика, соберись и запомни, ты не девушка. Ты бездушная машина для убийств, понимаешь? Да-да-да. Ты дьявол воплоти, ты свеющий ужас, ты кромешный ад, ты сверепое создание, ты страшный сон, заставляющий просыпаться в холодном потоке. Ты чудовище, ты монстр. Я монстр. Я чудовище. Лика, Лика, ну крестань, на, держи, держи. Я погорячился, прости, пожалуйста, ты прекрасная, красивая девушка. Я живи, я страшный сон, один ты меня понимаешь, какой вы. А ты куда? На танце. Сначала свиньям еды дай, потом танцуй. Дед, ну я же уже нарядилась. Ничего не знаю, рабочий, переодевайся. Блин, я так долго наряжалась. Товик, можно я тебе один вопрос задам, а? Когда я свой УБХу отдам? Да? Я вообще другого хотел задать, но этот блатный. Завтра. Чё ты мне всё время говоришь, завтра, 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 завтра. А чё ты у меня постоянно спрашиваешь, когда, 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 когда? Чё это вопрос был? Да фига мы сюда второй раз припёрлись, скажи мне, а? Тебе первый раз бесплатной татуировки мало было? Ратушонок, я могу тебе сказать, только ты пообещай, что ты не будешь смеяться, хорошо? Ты чё, тёлка? Ты чё, офигел, чували? За базаром, за своим, следи. Я хочу, чтобы мы записались на конный спорт. Говорят, борцам подходит. Ага. Слушай, ты чё, офигел, что ли? Я тебе ещё раз говорю, я не тёлка, я могу тебе сейчас доказательства показать. Хочешь? Не-не-не, я верю, верю, верю. А чё за конный спорт вообще? Почему он борцам подходит? Чё за бред? Нет, короче, просто ко мне люди подходили и говорили, а вы смычайно конным спортом не занимаетесь? В смысле? Вот я им тоже самое говорю, в смысле? Они мне говорят, просто у вас ноги кривые. Томик, чё с тобой, а? В этот момент я их втыкал, поэтому дальше не могу показать. Ха-ха-ха, натуре. О, чё? Томик, вот чё? Вот это самая нормальная здесь лошадь. О, я бы даже сказал, это здесь самая единственная лошадь. Всё, давай договариваться. Давай. Эй, коню, можно тебя, а? Иди сюда. Это опять мы, прикинь. А ты ожидал, да? Друг лошадей. Короче, слушай, значит, дело есть? Сейчас я тебе, он в полчаса будет рассказывать. Эй, эй, эй. Я не понял, чё за предвзятое? А, нет. А, да? Чё за предвзятое отношение? Эй, полчаса. Сейчас быстро объясню, короче, сразу к делу. Если чё, меня Радик зовут. А родители хотели по-другому назвать, но назвали Радик. Они вообще мальчика хотели. А родился мужик сразу, понял? Я, короче, на банке... Короче, мы законный спорт хотим записаться. С языка снял у меня. Да без проблем. Полтора тысячи рублей, часовая тренировка. Если всё устраивает, можем пройти в администрацию, подписать договор. Ничего себе, без проблем. Сейчас мы пообщаемся. Подожди. Полтора тысячи, он чё, а понырял, чевали? Мы на борьбу, помню, трико украли и нас бесплатно записали. Где эта справедливость? А давай здесь тоже коня украдём и всё. Вот этого. Только в этот раз подойдём к нему не сзади. Точно. Да. Пошли, о. Откуда подойдём? Не, не, не пойдёт. Ты чего? Ай, чё это, зажмёр вообще такой. Ни сзади к нему, ни спереди не подойдёшь. Взял, укусил нас. Стоп ново. Ты знаешь, Радик, воровать – это не наше. Да. Хотя, как говорил наш тренер, кто не ворует, тот не пьёт шампанское. Мудрые слова. Но его же, походу, тогда посадили. Витамик, ты не обижайся, но у тебя в натуре ноги кривые. Как ты ходишь там? Такими ногами неудобно же. Вставай! Ты не можешь проиграть! В зале твоя девушка. Марина! Марина, Марина! Слышишь, Сволочи, если ты сейчас проиграешь, я тебе думал, все ноги верила, Ваня, ты меня понял? Давай, бегом, бегом, быстро, давай, быстро, давай, я тебе сказал, бегом, бегом, бегом! Добрый вечер, Михаил. Привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Тебя здесь все знают? Ну, конечно. Это же ресторан моих родителей. Да? Добрый вечер, Михаил, здравствуйте. Закажете что-нибудь сразу? Да. Мне будьте добры, пожалуйста, стейк филиминьон, хорошей прожарки. Мишенька, жареное вредно. Возьми какой-нибудь салатик. Ой, где-то так испачкался уже. А я хочу стейк. А мама твоя не разрешает. Ладно, давайте этот ваш салатик и бутылочку шампанского. Шампанское можно только на Новый год. Апельсиновый фреш. Возьми морковный, он полезен для твоего зрения. Он противный. Ладно, морковный, так морковный. А дама что желает? Дайте мне, пожалуйста, вина и пачку сигарет. Охрана! Игорь, ты посмотри на эту дрянину. Курит и пьет, выведи ее отсюда. Нашему Миша такая не нужна. Куда? Это вообще-то моя девушка. Миша, ты подумай, каких она тебе детей родит. Миша! Ксюш, прости, нам надо расстаться. Правильно. Тебе нужно встречаться с Катей из соседнего дома. Хорошая девочка, ходит на гимнастику. Я хочу чизкейк. Виктор Георгиевич, это же моя пицца. Вы что, хотели украсть мой обед? И я украсть? Как я вообще могу такое прийти в голову? Виктор Георгиевич, у нас постоянно пропадают продукты. И все знают, все, что именно вы их берете. Снимаем, да? Понимаете, я был вынужден это делать. Пойди на преступление, меня заставила мама. Она уехала в пансионат отдыхать. И теперь мне никто не готовит. Пойди на преступление, я вообще вегатериан. Тихо! Хорошо, я сейчас все улажу. Значит, было совершено преступление. И виновник должен быть наказан. Можете отрубить мне руку. Хотя нет, 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 давайте без самоуправства. Пусть этим делом занимается суд. Встать! Суд идет. Да-да-да, я сам себе судья. Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Я даже сам починил дома кран с горячей водой. Семь раз. Тишина, тишина в зале. Так, давайте выслушаем свидетеля. Рома, говори. Может быть хватит уже цирку устраивать? Вы всех здесь уже... Ну, Рома, да, продолжай. Я говорю, у вас... Рома, не молчи, молчи. Дай, говори, ну. Ну. Суд выслушал всех свидетелей и постановил признать виновным Виктора Георгиевича Тише, тише, не плачьте. Это еще не все. И в наказание лишить обвиняемого свободы путем женитьбы на Зое. Лишение суда окончательное обжалование не подлежит. Зоя отказалась исполнять решение суда. Из-за Зои я не смог понести наказание. Понимаете, а? А если я не наказан, значит, я не виновен. Как сказал главный конструктор Автоваза, если бы я делал плохие машины, разве бы я ездил на крутых немецких тачках? Подумайте над этим. автораза, что застал, что застал, что застал, как и на что застал, что застал, что застал, верно. Продолжение следует...